Друзья, привет! Добро пожаловать на канал СМИРУ ПО НОТКИ! И сегодня я вас научу, как развивать музыкальные данные вашего ребенка самим, не нанимая учителя и даже не выходя из дома. Поехали! Итак, как же развить музыкальные данные ребенка, не нанимая учителя? В этом видео я вам сегодня сэкономлю деньги, время, нервы учителей и ваши собственные. Итак, всего есть 4 музыкальных навыка, которые можно развивать в ребенке и вообще в человеке. Первый – это чувство ритма. Какие упражнения можно проводить с вашим ребенком самим, не выходя из дома, без учителя, для того, чтобы развить у него чувство ритма? Первое, самое простое – это вопрос и ответ. То есть, ну, например, я даю ритм. Та-та-ти-ти-та. И потом вы повторяете точно так же, как эхо. Та-та-ти-ти-та. Лучше всего делать это в ритме, включая метроном. И, ну, вот вам примеры этих ритмов. Они также будут записаны. Та-та-ти-ти-ти-та. Та-та-ти-ти-ти-та. Ти-ти-та-ти-ти-ти-та. Та-ти-ти-ти-ти-ти-та. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-та. Та-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да, это были самые простые. Есть посложнее. Та-и-ти-та-та. Та-и-ти-ти-ти-та. Та-и-ти-та-и-ти. Так, что еще у нас было? Например, вот такой. Ти-ри-ти-ри-ти-ти-та-та. Ти-ри-ти-ри-та-ты-ри-ти-та-та-та-та-та-та-та-та-ты-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да? Вот такие вот ритмы очень простые. Можно придумывать самим. Да? Потому что я, на самом деле, использую для того, чтобы сделать эти ритмические упражнения, всего лишь несколько нот. Я использую четверть, та. Я использую восьмые, ти-ти. Я использую шестнадцатые, ти-ри-ти. И я использую такую группу, как та-и-ти. Это четвертая с точкой и восьмая. Точно так же можно еще одну добавить. Тим-ри-ти-м-ри-ти-м-ри-ти-м-ри. Это восьмая с точкой и шестнадцатая. Ритм очень простой, можно его проговаривать при хлопании, можно не проговаривать. Лучше, конечно, проговаривать, это очень хорошо помогает запомнить эти ритмы. То есть чувство ритма, вот такие вот упражнения. Точно так же можно с ребенком маршировать, проговаривая какое-нибудь стихотворение. Например, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. И какие-то просто стихотворения выучиваете, и пусть ребенок ходит, вы вместе с ним и рассказываете это стихотворение в ритме. То есть чувство ритма у вашего ребенка будет отличное. Дальше. Следующий музыкальный навык, который нужно развивать, это слух. То есть как развивать слух. Есть точно так же простые упражнения. Например, точно такой же вопрос и ответ. Например, до, ре, ми, до, ре, ми, до, ре, ми, фа, соль, до, ре, ми, фа, соль, 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 ми, соль, 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 ми, до, ре, до, до, ре, ми, фа, ми, ре, до, до, ре, ми, фа, ми, ре, до, до, ре, ми, фа, ми, фа, ми, ре, до, до, ре, ми, фа, 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 ми просто какие-то простые попевки простые начала песен например в лесу родилась елочка да и он та 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 точно также например есть такая программа нурил называется я дам ссылку в описании эта программа которая рассчитана на развитие в ребенке абсолютного слуха то есть что она дает она дает там составлен плейлист на час каждый день нужно прослушивать этот час с ребенком да то есть просто включаете на заднем плане пусть он прослушивает это и для грудничков и для еще при натальный период довольно таки интересная программа там записана очень сложная музыка на и прослушивая ее у ребенка развивается навык прослушивания сложной музыки и он запоминает ее если он прослушивает каждый день в течение недели или месяца один и тот же плейлист он запоминает и таким образом у него тренируется слух и музыкальная память музыкальная память это следующий музыкальный навык о котором я хотел бы поговорить музыкальная память тоже очень хорошо тренируется вместе с песней ну например берем какую-нибудь песенку жили у бабуси два веселых гуся один серый другой белый два веселых гуся и так далее да и разучиваете с ним эти песни народные песни очень хорошо подходят любые есть еще такая хорошая песенка я думаю вы сможете найти на просторах интернета маленький ёжик четвероножек на спине листок несет песенку поет и фуфты-фуфты-фуфты-фуф на спине листок несу самый сильный я в лесу победил саму лесу да и так далее там есть четыре куплета найдите или я может быть ставлю в описании ссылку на эту песенку а лучше всего народные песни особенно это касается тех кто проживает великобритании или в заграницей через народные песни точно также можно сохранить и языковое пристрастие ребенка да то есть он запомнит песни на русском языке он будет знать культуру фольклор да то есть это ему очень хорошо и будет полезно для того чтобы он остался русским ну если вы там не знаю латыш ли то есть англичанин учите свои народные песни они у вас наверняка есть и четвертый навык который нужно развивать в ребенке музыкальной это мелкая моторика это обычно у детей самая большая проблема с этим да то есть мелкая моторика это умение управлять своими пальцами на почему дети когда садятся за фортепиано или за гитару они очень часто зажимают руки потому что они направляют туда очень много внимания и им довольно сложно управлять этими руками и тогда руки зажимаются да поэтому лучше всего делать вот такое вот упражнение например мы просто кладем руку то есть во первых очень важно чтобы рука была расслаблена например покажите ребенку что когда он ходит он не ходит вот так да он не ходит вот так у него расслабленная рука она такая вот полусогнутая да вот и точно в этом же положении просто кладете например руку на стол да и начинаете там вот то есть пять пальцев 1 2 3 4 5 да и 1 2 3 4 5 4 3 2 1 потом следующее 1 3 2 4 3 5 4 2 3 1 да то же самое делаете с левой рукой да потом делаете вместе да очень хорошо например за собирать вот такой вот как же они сделали этот замок пальцев да даже можно проще вот так вот просто замок делаете и например показываете ему палец не дотрагиваясь да если сначала сложно можете дотрагиваться до пальца чтобы он поднял этот палец да вот в этом замке да там например 3 на левой руке и вот он находит 3 на левой руке или там второй палец на правой руке показывает если он не может подотронитесь до пальца он его почувствует и сразу же пошлет туда сигнал да так что вот это вот мелкая моторика точно также очень рекомендую развивать кисти да вот это уже обычная зарядка принципе ежедневная которую детям тоже очень полезно делать на значит запомнили 4 навыка это чувство ритма музыкальная память слух и мелкая моторика и таким же образом занимаясь с ним по вот этим вот упражнением которые вам рассказал у ребенка разовьется и голос потому что он будет читать он будет считать он будет петь на так что в итоге вы сэкономите время на учителя деньги на учителя и получите отличный результат пожалуйста занимайтесь вашими детьми и они вам за это будут благодарны успехов не забывайте ставить лайк подписываться на канал чтобы не пропустить новых хороших видео и до встречи на канале с миру по нотке пока